И надо сказать, что это наша традиционная рубрика. Мы говорим о новой газете по пятницам, и сегодня мы поговорим о Владимире Карамурзье, об ИК-6, куда он был отправлен. И с нами на связи Зоя Светова. Здравствуйте, Зоя. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Зоя, вы начинаете материал с того, что это печально известная ИК-6. А чем она печально известна? Вы знаете, это ИК-6, это колония особого режима, она известна тем, что несколько лет назад там был бунт, заключенные не выдержали, осужденные не выдержали тех пыток, которые там были. Вообще омские колонии известны страшными пытками, не только ИК-6, но и другие колонии. И вот в ИК-6 был бунт, и я разговаривала с бывшими осужденными, и они рассказывают о том, почему люди вышли на бунт, почему они требовали. Они сначала требовали, чтобы прекратились пытки, чтобы прекратились вымогательства, а потом туда вошел ОМОН. И потом вот этот один из осужденных, он уже освободился, он мне рассказывал, что произошла метаморфоза. Вот все осужденные, которые устроили бунт, они потом стали говорить о том, что да, были пытки, но главное дайте нам телефоны, дайте нам какие-то неразрешенные законы, возможности. И таким образом администрация колонии стала говорить, вот смотрите, что они хотят. На самом деле вроде как никаких там пыток не было. Ну, это такой маленький эпизод, но действительно пытки там были. И как рассказывали бывшие осужденные, вообще эта колония очень, она особого режима, она красная, красная это значит, что там вершит все дела администрация. И там, когда заключенные туда прибывают, сначала приемка, это очень жесткое такое мероприятие. Людей новоприбывших заставляют мыть пол, их унижают. Потом есть адаптация, они ходят строем, поют, значит, разные строевые песни. По-моему, он говорил, что это была песня Любе, которую они пели. И, значит, это уже не строевая, но они хором, значит, ходят по этой песне. Вот, что там еще бывает. Ну, короче, это такое место, где вас подавляют. Вообще в колонии, в принципе, да, в любых российских колониях человек для администрации – это ничто. И как бы они совершенно не помнят о том, что цель пребывания в колонии – это значит как будто бы воспитание. А в российских колониях считается, что заключенную нужно подчинить всячески, превратить его в пыль. И вот это очень хорошо используется в колонии особого режима К-6. И там, конечно, после бонда сменилось руководство частично. Но, тем не менее, те люди, которые пришли туда, они достойные наследники тех бывших начальников той самой колонии К-6, где заключенных подавляли, где их пытали, били. И, значит, там, насколько я понимаю, как говорят эти бывшие осужденные, они считают, что там все это продолжается. Но дело в том, что Владимир Карамурза, я не знаю, нужно ли говорить у вас на радиостанции, что он признан иностранным агентом, но мы в «Новой газете» всегда это повторяем, но это не имеет отношения к его пребыванию в К-6. И, честно, Владимир Карамурза, боюсь, никогда не выйдет в эту колонию, потому что он уже шестой раз находится в ШИЗО. То есть это страшная история, и об этом тоже говорится в последнем номере «Новой газеты» о том, что такое ШИЗО. Сегодня в российских колониях это новая пытка, которую подвергают политических заключенных. Это происходит для того, людей помещают в ШИЗО. Мы знаем, что Алексей Навальный уже, по-моему, 21-й раз находится в ШИЗО за время пребывания в колонии, в колонии в Мелехово. Вот Володя Карамурза, он, по-моему, около месяца сейчас уже в колонии, или чуть больше, но его уже шестой раз помещают в ШИЗО. Мы знаем, что Алексей Горинов был, по-моему, два или три раза в ШИЗО, и Андрей Пивоваров, и другие политические заключенные. И вот что касается Карамурзы, вы сказали, Карамурза больше всего беспокоит меня в данной ситуации, потому что это человек, у которого полинеропатия. Это очень страшный диагноз, у него, значит, не имеют конечности. Но это после двухотравлений произошло. И вообще-то по закону больных, заключенных нельзя помещать в ШИЗО. Также нельзя помещать Алексею Навальному, которого тоже после отравления со здоровьем совсем нехорошо. Также нельзя помещать и Гориного, которому 62 года, и, по-моему, у него нет одного лёгкого. То есть, в принципе, по закону, перед тем, как любого заключённого, полизаключённого или обычного осуждённого, которого по какой-то причине хотят тоже ломать и помещают в ШИЗО, его должен осмотреть врач, тюремный врач, который должен открыть его медицинскую карту и, значит, решить, можно ли этого человека помещать в ШИЗО. Но такого не происходит, насколько я понимаю. Приходит, в лучшем случае, придёт какой-нибудь фельдшер, который скажет измерить температуру, давление, вроде всё в порядке. Но это огромное нарушение закона. И когда я была членом ОНК, это общественная наблюдательная комиссия, мы посещали московские СИЗО, а в СИЗО есть тоже типа ШИЗО, но это Карсов. Мы всегда настаивали на том, чтобы заключённых осматривали врачи. Так вот, в случае Карамурзей, Навального, Гориного и других ничего этого не происходит. Это огромное преступление, я считаю, пенитенциарной системой, потому что люди там просто их пытают и их здоровье очень сильно ухудшают. Зоя, ну вот вы пишете про Володю, собственно, за что его в это СИЗО помещают. Он не так подушку сложил, он присел, когда нельзя было присаживаться. Насколько это действительно какие-то нарушения внутренних правил? Или это такое специальное отношение конкретно к Володе? Вы знаете, что, насколько я понимаю, и вот об этом пишут Андрей Карев и Вера Челещева в большой статье в «Каменном мешке» о ШИЗО, в ШИЗО вас могут посадить за самые малейшие нарушения. Вот вы неправильно по углу застегнули. Вот, например, последний раз Карамурза, он в пять часов спал и не слышал, значит, когда сотрудник колонии прошёл мимо его камеры и вроде должен был постучать, чтобы тот проснулся, а тот не проснулся. Например, проснулся в 5-10, а нужно было в 5 утра. Вот это уже нарушение. Например, Юрий Дмитриев из Карельского мемориала, он днём присел на кровать. Это тоже нарушение. Понимаете, у Володи Карамурза совершенно какие-то безумные. Ему уже 14 нарушений нашли. Это может быть что угодно. Понимаете, главная цель – посадить человека в ШИЗО. Да, ШИЗО можно оспаривать в судебном порядке, но уже представляется, что такое наши суды, а что такое суды в колонии. Это, конечно, они будут всегда на стороне администрации. Если говорить о том, опять же, что можно в этом смысле делать, как с этим можно бороться, какой опыт есть у правозащитников в отстаивании прав, ну, хотя бы на здравоохранение. У правозащитников сейчас нет никакого, а какой есть опыт, но правозащитники, они что могут сделать в колонии? Они ничего сейчас не могут сделать, потому что вот эти общественно-наблюдательные комиссии, они существуют на бумаге, да, но на самом деле люди, которые сейчас посвящают заключённых, это, как правило, люди близкие по духу к администрации колонии и к пенитенциарной системе. Значит, они не будут ничего делать. Могут делать адвокаты. Опять же, адвокаты могут оспаривать помещение в ШИЗО. Вы понимаете, что такое суд? Значит, нужно, чтобы были свидетели. Вот, например, тот же Володя Кармурза скажет, вот, меня посадили в это ШИЗО из-за того, что я не услышал, что уже подъём. Вот, это как бы, ну, не сильное нарушение. А придёт сотрудник колонии и скажет, да, вот он не услышал это нарушение. Это будет слово против слова, понимаете? Или там, вот я не застегнул пуговицу, ну, я не успела её застегнуть, да? А они скажут, нет, вот он не застегнул, это злостный нарушитель. И Кармурзе сказали, ты в колонию не выйдешь. Ты будешь всё время сидеть в ШИЗО, потому что, скорее всего, им поступило такое указание от кураторов дела Владимира Кармурзе, что он оттуда не должен выходить. То есть он может сидеть там, ну, чуть ли не весь срок, понимаете? Это же всё уже было в истории России. Мы помним советских диссидентов, которые также сидели в ШИЗО. Вот, например, самый яркий пример – это Натан Черанский, который был осуждён за шпионаж, по-моему, ну, тогда это была 64-я статья. И вот он в своей книге «Не убоюсь зла» он пишет, что он в ШИЗО просидел 400 дней из, по-моему, 11 лет, которые он провёл, значит, в лагере. А вот Навальный уже 201, или сколько там, 200 дней, или больше 200 дней. То есть, понимаете, эта практика уже существует. И как это можно оспаривать? Нужно оспаривать суды, судами. Но мы знаем, что, например, адвокаты Навального, они постоянно судились с колонией, сам Навальный судился с колонией, и, конечно, всегда выигрывала колония. Наверное, в истории российской пенецентарной системы были случаи, когда кто-то выигрывал. Но я не слышала. Наверное, ну, может быть, один случай из миллиона, когда вдруг кому-то удавалось это выиграть. Но, скорее всего, нет. Поэтому сделать с этим ничего нельзя. Нужно об этом... Адвокаты только могут об этом говорить, пытаться оспорить по медицинской части вот это всё. Но я не знаю, международное давление теперь оно ни к чему не приводит. На России уже всё равно, что будут там говорить на Западе и так далее, и так далее. Что можно сделать? Это только писать письма этим людям. И в ШИЗО им письма... В какой-то момент им отдают письма. И они могут писать. То есть через письмо, например, можно написать Владимиру Карамазе? Да, ему можно написать. Но вот я написала ему уже три недели назад, и он не ответил. Потому что в ШИЗО вам дают ручку и бумагу только на полтора часа. И вы представляете, сколько писем ему приходит? Он, конечно, первым делом отвечает своей жене, своим адвокатам или своей бабушке, которая ему пишет. Которой 90-е лет, кстати. Спасибо большое, Зоя, что вышли. Давайте ещё расскажем, что новую газету можно прочитать на сайте новой газеты. В PDF можно прочитать под ссылкой в описании к этому эфиру. И на сайте ЭХО мы тоже всегда... Поддерживайте новую газету, которая находится в России, потому что им сейчас как никогда сложно. И марафоны устраиваются. Так что вы можете задонатить и поддержать новую газету. Непременно сделайте это. Да, я ещё хочу сказать. Я вчера была на суде по делу Жени Берковича. Да, пару минут у нас есть ещё, если вы нам расскажете. Это будет прекрасно. Я, к сожалению, не успела ещё написать репортаж. Вот сейчас буду писать, потому что суд закончился буквально где-то в 8 часов вечера. Он должен был начаться в час, он начался в 5 часов вечера. Это особое издевательство, когда суд начинается на 4 часа позже, чем он должен. И я вам хочу сказать, что я даже не знаю, как писать об этом репортаж. Не нужно писать репортаж, потому что это тоже пытка для Жени и для Светы Петричу. А где они находятся все эти 4 часа в машине, в автозаке рядом с судом? Они находятся в конвойном помещении суда. Да, это такие тоже маленькие очень камеры. Но дело в том, что суд продлил меру пресечения, арест ещё до 10 января 2024 года. А Женя Беркович говорила о том, что её двое приёмных дочерей, они больше не могут жить без мамы. У них очень большие проблемы со здоровьем, психологические и психиатрические проблемы. И они мечтали встретить Новый год со своей мамой. Потому что для приёмных детей Новый год – это такая очень страшная история, когда они в детских домах этот Новый год встречают, а они хотят с ней. У них есть этот опыт, понимаете? Когда вот вроде бы праздник, всё такое, фейерверк, и потом всё это заканчивается. И они мечтали встретить Новый год с Женей. И Женя говорила, судье, она говорила, я вас очень прошу, ваша честь, пожалуйста, отпустите меня к детям. Они больше без меня не могут. Но ваша честь, конечно, не отпустила. И самое ужасное, что следствие требовало ещё оставить Путрячук и Беркович в СИЗО, якобы потому, что это дело какой-то безумной сложности. Нужно ещё закончить экспертизу, нужно ещё запросить двух людей. И совершенно непонятно, почему девочки эти не могут находиться дома под домашним арестом или под залогом, понимаете. И я вам хочу сказать, что ощущение, что это какая-то ужасная месть. Вот то, что мы говорили про ШИЗО, эти люди находятся в ШИЗО, потому что им мстят за их позицию, за их убеждения. А вот Женя и Света Путрячук абсолютно непонятно, кто им мстит и за что, почему нельзя их содержать под домашним арестом, хотя такие возможности в российском законе существуют. и абсолютно непонятно, как эту ситуацию изменить. Никакого оправдания терроризма в их деле нет. Все свидетели, которые были допрошены, говорят, что нет там никакого оправдания терроризма. И всё, вот они продолжают сидеть. И это было ужасно. И совершенно непонятно, вот этот следователь, вот эта прокурорша, которая вообще ни одного слова просто не сказала, потому что она поддерживает. Понимаете, этот судья, который вроде бы всё выслушивал, а потом он вышел и вынес вот это решение ещё два месяца и семь дней. И Женя Беркович, она из клетки такого стеклянного аквариума, она ему сказала «С Новым годом, судья!» и «С Новым годом, следователи!» Потому что для неё это ужасная драма была. И там была мама её тоже в суде. И, в общем, на наших глазах просто опять же происходит вот такое преступление, потому что мы не знаем, опять же, что эти дочери её, что с ними произойдёт ещё за эти два месяца и семь дней. Прямо абсолютно такая бессмысленная жестокость. Спасибо, Зоя, что вы рассказали нам об этом. Спасибо, что вышли на связь. Ещё раз напомним про новую газету, которую можно прочитать. Спасибо вам большое. Спасибо. Я хочу как раз